Доброе утро, друзья! Неделя только началась, а мы уже приближаемся к экватору. Вот что значит дополнительный выходной. Мы надеемся, что вы полны сил и достаточно бодры, чтобы провести это время вместе с нами, ведь у нас предстоит двухчасовое путешествие. Сегодня 20 марта, сегодня среда, и для вас в прямом эфире работают Александр Ткачев и Салия Салямова. Мы работаем сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». И наверняка Салия уже готова рассказать самые последние и самые интересные новости за прошедшие сутки. Конечно же, о той информационной повестке, которая уже была в эти 24 часа, наши коллеги старались, работали для того, чтобы собрать только самую важную информацию, которую я сейчас и озвучу. Острые вопросы и откровенные ответы. Общественники полуострова рассказали президенту России Владимиру Путину, с какими проблемами сталкиваются жители Севастополя и Крыма. Не обошли стороной и достижения первой пятилетки после возвращения в родную гавань. Подробнее расскажет Анна Нечуговская. Высокие цены на продукты в Крыму – проблема, которую озвучивают общественники президенту России. По мнению главы государства, всему виной отнюдь не санкции, а транспортное сообщение и уровень развития сельского хозяйства. Доходы у граждан, проживающих в Крыму, не самые высокие, а цены достаточно приличные. Если виноградство развивается, то другие направления сельского хозяйства пока не очень. А к чему это ведет? Это ведет к тому, что, во-первых, транспортные издержки, а во-вторых, сразу сюда включается сеть поставщиков и прокладок, так называемых, фирм прокладок. Они наворачивают на этом, зарабатывают. Некоторые вопросы решаются во время встречи. Например, те, кто состоял в рядах Вооруженных сил Украины и ушел в запас до 2014 года, должны были получить жилье. Но пока обзавестись собственными квадратными метрами не удалось. Место обеспечения нас жильем нам предлагают меры социальной поддержки в виде сертификата. И все бы ничего, но стоимость этого сертификата рассчитывается 46 тысяч за квадратный метр. А фактически у нас цена 62 тысячи за квадратный метр. Считали, сколько объема? А, по миллионам? Да, вот сколько нужно денег, чтобы закрыть проблему для 400 миллионов рублей. Около 400 миллионов рублей. Ну и вот, мы изыщем эти деньги, источник определим, изыщем. Все есть. Квартирный вопрос военнослужащих запаса президент обещал решить как в Севастополе, так и в Крыму. После возвращения в родную гавань многие проблемы подарила новая власть Украины. Если с энергоблокадой на полуострове справились успешно, то с водной только предстоит. После того, как Киев перекрыл Северокрымский канал, жители полуострова столкнулись с дефицитом воды. Мы точно над этим думаем, даже не сомневайтесь. Правительство думает, и те, кто в правительстве занимаются Крымом, и я знаю эту проблему лично, мы ее не оставим. Спасибо. Не оставим до тех пор, пока не решим окончательно. Представители разных религий и национальностей благодарят президента с марта 2014 года они чувствуют поддержку государства. Владимир Путин рассказал общественникам, что пригласил президента Турции Реджепе Эрдогана на открытие соборной мечети в Симферополе. Предложили пригласить и нынешнего главу незалежной. Мы готовы пригласить в гости и Порошенко, в связи с тем, что просто уже очень сильно мы устали от того, что постоянно украинские власти говорят о том, что крымских украинцев здесь притесняют, не дают говорить на украинском языке. То, что они творят, иногда просто вызывает отторопие, недоумение. Так и хочется спросить по-украински. Злузду съехал, чешу? С ума сошел? Поэтому, как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения. Диалог с общественностью глава государства считает главным пунктом визита на полуостров. Казалось бы, мелкие вопросы относительно яхтенного туризма, но не это самое главное, наверное, в жизни. Но при этом внимательнейшим образом обратил свое внимание президент на эти темы. И самое главное, что меня поразило, показал свою компетентность даже, казалось бы, в очень бытовых вещах. Мне удалось задать ему вопрос, чем я тоже несказанно рада, потому что это тоже впервые в моей жизни. И вступить в диалог с самым главным человеком в стране, ну это, мне кажется, большая честь. Владимир Путин назвал все сделанное в Крыму и Севастополе с 2014 года проектами длительного цикла. Дальше больше. Крымская весна показала всему миру, что Россия умеет себя любить и защищать. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, он отметил, что Крым во многих сферах может стать лидером по стране и добиться общенационального результата. Анна Ничеговская, Алексей Романов, Новости 24. Рекордный рейтинг в дни праздничного марафона телеканал Крым-24 обошел федеральные каналы. Более 100 тысяч человек приняли участие в праздновании пятилетия Крымской весны на полуострове. Через четырехдневные торжества отслеживали региональные и федеральные СМИ, но их обошел наш Крым-24. О рейтинге и о том, как держался моральный, а главное, технический телеканал, расскажет корреспондент Лиля Витчат. 15 марта. Старт четырехдневных мероприятий. Сотни крымчан в центре столицы участвуют в праздновании пятой годовщины возвращения на родину. А те, кто не смог выйти на улицы и площади, следил за Крымской весной на экране. 14 часов прямого эфира, десятки включений, море эмоций и информации. Это казалось невозможным, но у нас была такая поддержка. Твое достояние на все времена. Студия Крымского телеканала приняла 50 гостей. Травесников Крымской весны, пятилетних жителей полуострова, дополченцев, участников событий 2014-го. Каждые 20 минут наши корреспонденты выходили в прямой эфир из разных точек столицы. Ну что, дух настоящего праздника чувствуется. Все машут и приветствуют участников колонны. Здесь у каждого связаны воспоминания с этими решающими для Крыма днями. Более 20 технических работников дежурили в студиях, водители в машинах. Каждые 5 минут какие-то происходили события, что-то где-то связь, что-то где-то что-то еще. И мы вот в таком состоянии работали все эти дни. В 14-часовой телемарафон бросили все ресурсы. Здесь, в сердце телеканала, царила своя атмосфера. Режиссерская и продюсерская группа держали руку на пульсе событий, чтобы самое интересное как можно скорее выдать в эфир. Задача была показать зрителям, людям, крымчанам, тем, кто не смог попасть или не пошел на площадь, не принял участие в этих мероприятиях, чтобы они, сидя на диванах, были причастны к этим мероприятиям. Журналисты и артисты, политики и депутаты, руководители национально-культурных автономий. По видеосвязи присоединились и зарубежные гости. В этот день все вспоминали крымскую весну и поздравляли крымчан. Это родина моя и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. На мероприятиях работали сразу 90 сотрудников телерадиокомпании «Крым». Марафон одновременно подключался к шести точкам трансляции. Мы в 17 часов обогнали по смотрибельности все федеральные каналы. Мы были на первом месте. В итоге за этот день, за 15 число, когда мы проводили марафон, мы поднялись с 20-го места на 10-е место по смотрибельности от федеральных каналов. Это наша большая работа. Я не стесняюсь сказать, что наш коллектив – это одна большая дружная сплоченная команда, которая была единым таким механизмом, который показал такой высокий результат. А в конце марафона наша премьера – документальный фильм «Одна на всех», из которого телезрители узнали неизвестные детали крымской весны. «Все успеть, ничего не забыть» – лозунг автора фильма. Журналист Анастасия Солейник подняла целый пласт истории полуострова. От референдума 91-го до пятилетней годовщины возвращения на родину. Самые молодые герои фильма – ровесники крымской весны. Режиссер-постановщик, он выбрал свой путь. И когда наша пятилетняя девочка, которая живет в Гвардейском, она у нас возле аэропорта, он подходил к ней и говорил, ты же любишь играть в догонялки? Давай вместе. И она бежала за ним, когда он бежал с тэдикам вместе с фотоаппаратом. И у нас получились невероятные живые кадры, потому что ребенок, он не понимал, что его снимают, он бежит. Сразу после премьеры фильм обсудили с ведущими участниками крымской весны – политологами и журналистами. Я вот смотрел на этих деток, вообще вот просто Настя, большая молодец, с той точки зрения, что это, конечно, беспроигрышный прием. Ровесники крымской весны? Да, ведь мы увидели, сколько времени прошло с тех пор. Ведь только глядя на этих вот маленьких счастливых детей, уже не маленьких, они уже взрослеют на глазах. Мы понимаем, насколько взрослеет Крым в составе России. Конечно, конечно, впечатления. Они как были со слезами на глазах, от гордости и от радости, так и остаются. Крымская весна – одна на всех, но у каждого своя. Воспоминания о ней остались и у нынешнего президента Назалежной Порошенко. А крымчане не забудут об угрозах со стороны Украины, журналисты о том, как собирались закрыть нашу телерадиокомпанию. Но мы не только победили, но еще и вышли на невиданный ранний рейтинг. С этого началась наша вторая пятилетка после возвращения в Россию. И значит, впереди новые репортажи, марафоны и успехи. Лилия Виджат, Андрей Заричный. Новости 24. Визит Владимира Путина на полуостров. Просто рейтинговый марафон, который длился 14 часов. Я думаю, что все это войдет в историю, конечно же. Войдет в историю и станет уроком для нас, как проводить такие массовые мероприятия. Я, может быть, несколько забегу вперед, но то ли еще будет, дамы и господа. Но об этом чуть-чуть позже. Но прямо сейчас с нами на связи наши коллеги из радийной редакции. Доброе утро, друзья. У нас связь с коллегами из программы «Утро нового дня». Доброе утро. Доброе утро. Как у вас идет эфир? Бодро начался. Обсуждаем. Сегодня много интересных тем. В частности, тема пресс-конференции Владимира Владимировича Путина. Мы вновь ее коснемся. Это, наверное, самая яркая тема за прошедший. Да что говорить за последние три месяца? Ну, а также, конечно же, сегодня обсудим Всемирный день полости рта. О том, как надо следить за зубами, нам расскажет стоматолог. Ну и будет у нас сегодня председатель комитета по межнациональным отношениям. Он расскажет о нескольких делегациях, которые в эти дни были, находились в Крыму. И вместе с нами отмечали крымскую весну. А кто у вас сегодня? А у нас сегодня первый час посвящен вопросам экологии. У нас начинается неделя экологии в Крыму. Так что вы защиту полости рта обсуждаете, а мы защиту природы. Ну, в какой-то степени, мне кажется, эти темы связаны, как ни странно. Личная экология и окружающая экология. Абсолютно верно. Большое спасибо вам. Мы желаем вам хорошего эфира и совершенно прекрасного дня, чтобы он прошел ярко, светло, а главное, продуктивно. Взаимно удачного эфира. Спасибо, друзья. Ну, а мы продолжаем наш эфир. И сейчас у нас наша традиционная рубрика о погоде. Давайте посмотрим ее обязательно, и чтобы вы знали, как же одеваться сегодня. Ну, чтобы по погоде. Субтитры подогнал «Симон» 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 Погода будет весенней, и, конечно же, это радует. Но главное не забывать, что майские праздники тоже не за горами. И у меня есть интересная новость. Дело все в том, что наши крымские города, курорты по-прежнему бьют все рекорды по посещаемости. Уже сегодня огромное количество россиян забронировало на майские праздники поездку, в частности, в Ялту и другие города Крыма. Саша, ну, ты начал говорить о том, что много россиян хотят посетить Крым. И сразу же вспоминаю себя, что когда едешь куда-то в путешествие, особенно важна качественная обувь. Потому что, как правило, ты посещаешь много мест, и километраж твой значительно увеличивается. И вот о том, как же все-таки правильно выбрать обувь, об этом наш следующий материал. На прилавках многообразие фасонов обуви. От классических лодочек до креативных дизайнерских моделей. Но, увы, поддавшись соблазну, можно оказаться в неловкой ситуации. Вот на этой лестнице я и упала. Изящную обувь на высоком каблуке Ольга любила всегда. Как и большинство женщин, считала, что красота на первом месте. Инцидент произошел, когда девушка добиралась на работу. Были высокие каблуки, подвернулась нога на этой лестнице. Пока очнулась и поняла, что произошло, уже пухла нога. Очень были неприятные ощущения. Иногда просто необходимо выглядеть соответственно. Дресс-ход на работе, важное мероприятие, торжество, на котором в кроссовках и обуви на низкой подошве просто нельзя появиться. В погоне за модой мы можем даже не заметить, как наносим вред своему здоровью. Это и боли в шее и пояснице, и великозное расширение вен. Сейчас есть обувь, которая принимает форму вашей стопы. И пусть мода диктует свои условия, обувь должна быть не только красивой, но и удобной. Врачи просят к вопросу подбора этого элемента гардероба отнестись серьезно. Плоскостопие, мозоли и застрявший в оскалаторе каблук могут испортить не только настроение, но и здоровье. Именно из-за неудобной обуви, из-за подворачивания голеностопного сустава ежемесячно обращается около 10-15 человек. Из них единицы, конечно, с переломами. Это более легкие травмы обычно. Особо ухудшается ситуация в гололед, в мокрую погоду, когда не видно глубоких луж. Чтобы покупка была удачной, за новой парой обуви лучше идти во вторую половину дня. В это время наши ноги уже немного оттекли после нагрузок. У всех женщин, конечно, цели разные, но некоторым представительницам прекрасного пола удается совмещать красоту и удобство. Как любая женщина, каблуки тоже одеваю. Но в основном, если далеко, то на низкой подошве. И на каблуках, и на подошве низкой. На чем удобно, то выхожу. По случаю. На плоской подошве. Вообще, да, ношу, люблю обувь на каблуках. Можно и как и на праздник куда-то, и в повседневной жизни носить. Рекомендуется подбирать обувь с каблуком не выше 5 сантиметров для женщин и не ниже 2 сантиметров для мужчин. При этом пальцы не должны быть зажаты. Главное, на какую модель вы бы не решились, помните. В первую очередь, здоровье. А прекрасно выглядеть можно и в обуви на низком ходу. Ксения Шарапановская, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Будем надеяться, что советы от Ксении Шарапановской пригодятся нашим телезрителям. Советы, правда, очень хорошие и очень действенные. Мужчины этого, конечно, не понимают, а вот мы, девушки, я думаю, сейчас друг друга очень хорошо поймем, что значит новая обувь и как она может натереть мозоли. Особенно на каблуке. Ну, есть новости у меня очень своеобразные. Очень интересное дело все в том, что в Госдуме предложили, внесли законопроект, который подразумевает вернуть зимнее и летнее время. То есть мы помним, что в определенное время переводят стрелки часов на час вперед и на час назад. Якобы это влияет на продуктивность дня и здоровье россиян. Но хочу добавить, что сомнологи категорически против этого. Они призывают не возвращаться к старому режиму. Дело в том, что мы и так опережаем солнце на час. И то есть это получается таким образом, что наш организм начинает пробуждаться раньше, чем восходит солнце. И это может привести даже к онкологическим заболеваниям. Мы, хотя и не растения, не фотосинтезируем, тем не менее зависимы от солнца. Но давайте перейдем дальше по нашему волнам нашего эфира. И следующая рубрика называется «Хронограф», где мы рассказываем, что было в этот день много лет назад. На сегодняшнюю дату выпало весеннее равноденствие. Одно из уникальнейших явлений природы. Центр солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Светило переходит из южного полушария в северное. И во всех странах день почти равен ночи. Некоторые народы считают его началом нового года. 484 года назад в России проведена первая централизованная денежная реформа. Все низкопробные старые и обрезанные монеты изъяли из обращения. Их заменили новыми серебряными деньгами, которые изготавливались на государственном монетном дворе и утвердили новые единицы для счета. Тогда впервые и появилась знаменитая копейка. 20 марта в 1699 году произошло первое награждение орденом святого апостола Андрея Первозванного. Это старейшая высшая награда Российской империи, учрежденная императором Петром Великим. Первым кавалером ордена стал дипломат Федор Головин. 20 марта в 1933 году начались испытания самой большой в мире радиовещательной станции имени Комитерна. Находилась она в Московской области, в городе Электросталь. 1 мая там началось постоянное вещание, а еще через 5 лет впервые в истории нашей страны стали вестись телевизионные трансляции. 27 лет назад ввели звание Героя Российской Федерации и учредили главную награду страны – медаль «Золотая звезда». За это время наградили уже больше тысячи человек. Она присваивается президентам за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига. 20 марта 1833 года вышло в свет первое полное издание романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Пятитысячный тираж разошелся целиком за неделю, что стало настоящей сенсацией. До этого он публиковался отдельными главами. По подсчетам Пушкина на написание он потратил 7 лет, 4 месяца и 17 дней. Ну, хотелось бы дополнить, как большой «Онеговед», я начал бы с того, что все-таки «Онегин» и «Крым» несколько связаны. И первые главы этого романа были написаны именно в «Гурзуфе» первые струфы. Меня поразило, что писал он, оказывается, 7 лет, это произведение. Но я бы хотела еще все-таки дополнить по поводу перевода часов. Дело в том, что у меня есть свой лайфхак, как запомнить, куда переводить стрелку назад или вперед. Для многих я знаю эту проблему. И как это сделать? Очень легко. Но дело в том, что если весной, то вперед. И очень легко догадаться, почему. Потому что оба слова начинаются с буквы «В». Точно так же «осенью» мы переводим «обратно». Тоже начинается с одной буквы, с буквы «О». То есть весной вперед, осенью обратно. Очень легко запоминается. На самом деле, я так полагаю, что удобнее все-таки, конечно, когда это происходит осенью, потому что, получается, на час можно больше поспать. Конечно. А весной потом надо перестраиваться. Это тяжелее. Ну, дай бог, нас минует чаша вот этого перевода часов, потому что, конечно же, нарушения уже устоявшегося ритма жизни всегда все-таки сказываются на здоровье. Но также сказываются на психическом здоровье колебания цен, особенно на бензин и топливо. Давайте об этом поговорим прямо сейчас. И для этого я выхожу к нашему плазменному экрану, где сейчас прямо покажутся данные на сегодняшний день. Итак, литр газа стоит 27,99 рубля. Дизельного топлива 51,32 рубля. 92-го бензина 47,21 рубля. 95-го 50,42 рубля. И 98-го 56 рублей 60 копеек. Что же касается цен на валюты, которым, как известно, плотно привязаны цены на бензин. На сегодня цена 1 доллара равняется 64 рублям 69 копейкам, а 1 евро 73 рублям и 36 копейкам. И если вчера я имел неосторожность запнуться и сказать, что цены поднимаются, то сегодня как раз-таки наоборот они падают. И сегодня обе эти валюты потеряли в своем рейтинге порядка 10 копеек. И, конечно же, это хорошая новость. Но у меня есть еще хорошие новости. Они касаются Международного детского центра «Артек». Дело в том, что там тоже побили рекорд. И за прошлый год приняли около 40 тысяч детей. Не только со всей России, но также и вообще со всех стран мира. А в этом году ожидается еще больше на 10 тысяч. Дело в том, что там завершается строительство нового лагеря под названием «Солнечный». И, конечно же, он позволит расширить ту цифру, увеличить ту цифру и принять больше детей. Это очень радует. «Артек» — это территория детства, где постоянно проводятся какие-то совершенно уникальные мероприятия. Буквально в прошлом году там проходил Международный хоровой детский фестиваль. Это мероприятие, конечно, вошло красной надписью в историю Крыма. Ну а давайте посмотрим в следующем сюжете, какие же театральные мероприятия проходят прямо сейчас на наших подмостках. Афиша прямо сейчас. На новой сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького популярная французская комедия «Стакан воды». Политический водевиль с неповторимым сюжетом. Любовь, страсть, интриги, шантаж, дуэль. Здесь есть все. Изюминка постановки, характеры персонажей и блестящие диалоги. Начало в 19.00. Еще одна постановка в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького – лирический детектив «Любовь со взломом». Спектакль по пьесе известного драматурга Валерия Иванова Таганского. В центре сюжета – история непростых отношений, успешного тележурналиста и загадочной незнакомки. Их любовь – убежище и надежда на спасение среди обломков привычного мира. Начало в 19.00. На киноэкранах русская комедия «Лови момент». В главных ролях звезда клипа «Экспонат» и актриса театра Юлия Топольницкая. Ее героиня – Рита, амбициозная девушка из провинции, решившая вырваться из рутинной жизни небольшого черноморского городка. Приезжает в Москву поступать в театральное училище. Покорит ли она столицу и с какими трудностями столкнется, покажет на вечерних сеансах. Также на экранах в фэнтези «Рожденный стать королем». Непростая жизнь 12-летнего Алекса превращается в грандиозное приключение, когда он находит легендарный меч Экскалибург. Подростку, который считал себя неудачником, предстоит стать новым королем. Но для начала нужно разобраться со злой средневековой колдуньей и не дать ей уничтожить мир. Киносеансы можете выбрать сами. Для поклонников остросюжетных триллеров добро пожаловать в Акапулько. В ролях Майкл Кингсбекер, Уильям Болдуин и Майкл Мэтсон. По сюжету разработчик компьютерных игр Мэтт Бут ошибается рейсом и прилетает в мексиканский городок Акапулько. Приземлившись, он становится объектом охоты. Время сеанса вы можете выбрать сами. Глядя на путешествие по Акапулько, где актеры гоняют на огромных скоростях, на прекрасных машинах, сразу хочется вспомнить еще одну новость, которая будет весьма актуальна. Дело все в том, что ГИБДД России буквально в ближайший год планирует полностью перейти на электронные права. То есть все те, кто будут получать права в ближайшее время, получат электронную версию этого документа. По мнению инспекторов, это позволит избежать фальсификации и в каком-то смысле, скажем, облегчит чтение баз данных. Те же, кто имеет уже права пластиковые, им тоже расстраиваться не стоит. Их права полностью легитимны и обменивать их не нужно. Но я бы хотела добавить, что технически уже все это почти подготовлено, уже существует электронная база. То есть осталось дело за временем, буквально за несколькими месяцами, прежде чем все это будет уже запущено в полную мощность. Поэтому я думаю, что на электронные права мы перейдем достаточно скоро. Но говоря об этом, я сразу же вспоминаю и очень интересную такую тему – автоквесты. Знаешь ли ты что-то об этом? Я, к сожалению, никогда не участвовал, прав пока-то не имею, но когда получу, вероятно, получу уже электронную версию. Так что же такое автоквест? Во всем этом действии, но также очень популярны и квест-комнаты. Тоже впервые слышу, что это такое. В мое время такого не было. Вот для тебя и для тех, кто тоже впервые слышит об этом, наш следующий материал. Где реальность, а где виртуальный мир? Иногда ответ на такой, казалось бы, простой вопрос может оказаться не таким очевидным. Квест-комната – место, где стираются границы. Квесты пришли в нашу жизнь из компьютерных игр, которые были очень популярны в 2000-х. Первую такую комнату в 2007 году создал японец-то Каокату. С ее помощью он хотел спасти подругу от виртуальной зависимости. Удалось ли ему спасти подругу, история умалчивает. Но подобные развлечения в короткие сроки стали популярными во всем мире. В России первый квест-рум появился в 2013 году. Сегодня они есть практически в каждом городе. Это сотни тематических комнат с неповторимым сюжетом. Зазеркалье, тюрьма, дом Шерлока Холмса, лаборатория, больница – это малый перечень того, где вас могут запереть. Цель игры – найти выход, а для этого нужно справиться с головоломками и разгадать все шифры. Время ограничено, сложность зависит от жанра. Если не справляетесь, на помощь приходит администратор, который наблюдает за процессом из тайной комнаты. Смотрите, не обращая внимания на ключ, выберете веревку и справа налево вдеваете в кольцо. Все помещения оборудованы камерами, микрофонами и динамиками. Автоматизированная система обеспечивает контакт. Но если об этом забыть, складывается ощущение полного погружения в другую реальность. Люди приходят за впечатлениями, чтобы погрузиться в другую реальность, чтобы развивать свою логику, какие-то интеллектуальные способности. Ну и самое главное, чтобы проверить себя, а смогу ли я выбраться за 60 минут. Если самостоятельно выбраться не получается, даже с подсказками, вас выпустят, но это равняется поражению. Только те, кто сделал все правильно, отыщут ключ к желанной свободе. Все, у вас открылась дверь, 75 минут у вас получился, отличный результат. Для Натальи Шевелевой это второй квест. Прошла его вместе с дочерью. И хотя по таймингу немного опоздали, игрой остались довольны. Сначала тупишь, ничего не можешь понять, что, где, для чего. 60 минут у нас получилось по факту 75 такого мозгового штурма. Что же делать? Что же делать? Ну так. Ну вообще очень классная встряска для мозгов. И как это сказать, для меня возврат в какое-то детство, что ли. Так интересно поиграть. О спросе на подобные развлечения говорят даже стикеры. На стене для отзывов нет свободного места. Бумажки расклеены в несколько слоев. Бизнес прибыльный и быстро развивающийся. А как иначе, дважды в одну комнату практически никто не входит. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну что же, каждый развлекается как может. А мы с Ильей предпочитаем общаться с умными и интересными людьми. И вот сейчас у нас в студии уже находится такой человек. Это Юрий Константинович Гемпель, председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного Совета Республики Крым. А сегодня мы будем говорить о том, как французы и немцы вместе с нами отмечали Крымскую весну. Доброе утро, Юрий Константинович. Доброе утро. Ну, действительно, мы видели, что к нам приехали сразу несколько делегаций, чтобы вместе с нами отметить наш первый юбилей. Скажите, как их встречали? Ведь традиционно иностранцы думают, что увидят здесь медведей с балалайками, в ушанке. И что еще? Какие еще существуют стереотипы? В общем, удалось разрушить эти стереотипы? Хочу сказать, что, к сожалению, мы не смогли обеспечить медведей и шапки-ушанки, чего некоторые, конечно, ожидали. Но в то же время делегация из Франции, они у нас уже не первый раз, они третий раз к нам приезжали. И, конечно же, это наши друзья. И очень приятно было, что они приехали именно в пятилетний юбилей Крымской весны. Понятно, что еще наши гости встречались ведь и с депутатским корпусом. Встречались, я имею в виду французы, и с президентом Российской Федерации. Это были, в общем-то, знаковые такие мероприятия. Были у нас и немцы, буквально вчера мы их проводили. Была делегация из Германии, которые, кстати, хочу сказать, они впервые у нас в Крыму. И, конечно же, они приехали достаточно с большими опасениями. И вот те мифы, которые создают средства массовой информации в Европе, конечно же, были отражены в ихнем видении. Буквально после двух дней пребывания все эти мифы стали рассеиваться. И последний миф рассеялся у них тогда, когда они поприсутствовали на праздновании пятилетия на площади, когда, в общем-то, весь Крым, весь Симферополь был представлен и отмечал... То есть они там лично побывали? Ведь у нас площадь собрало просто рекордное количество людей. Я думаю, что они своими глазами увидели, что очередь тянула из парка Тренева. Да, совершенно верно. Если... Кстати, хочу сказать, вот в делегации были... Большая часть членов делегации это бывшие офицеры Бундесвера. Понятно, что идеология у них немножко другая была, и они ожидали здесь увидеть, может быть, даже в некотором смысле военное положение. Но когда они увидели, как празднуют крымчане пятилетие возвращения Крыма в состав Российской Федерации, конечно же, все опасения и все мифы рассеялись. Мало того, в их лице мы нашли, в общем, друзей, которые не просто вот приехали посмотреть, которые завтра, послезавтра, уже будучи у себя в Германии, будут давать объективную картинку происходящих событий в Крыму. Мало того, мы посетили еще и ряд учебных заведений. Это Крымский школу, Крымско-Татарскую на фонтанах, индустриально-педагогический университет, были встречи с молодежью, были встречи с общественностью, были в этнографическом музее, где представлена вся национальная палитра Республики Крым. Ну и, конечно же, были в Севастополе. А что там было? Как раз, вы знаете, вот как раз Севастополь готовился к празднованию, так же, как и Симферополь. Симферополь, да, они увидели эту праздничную атмосферу, которая царила в Севастополе, были на площади Нахимова, посмотрели выставку боевой техники российской армии. Ну и хочу сказать, самое главное, конечно же, им хотелось пообщаться с гражданами, что, в принципе, они смогли и сделать. Юрий Константинович. Расскажите, пожалуйста, а какие все-таки мифы распространены там, на Западе, касательно Крыма? Вы знаете, вот эта делегация... Или они поделились? Да, вот вы знаете, эта делегация, которая приехала из Германии, они были уверены, что референдум все-таки у нас проходил с нарушением международных норм права и нашей Конституции. Такой миф, что люди шли на референдум под дулами автоматов. И это был основной миф. В то же время, хочу вам сказать, они представляют общественную организацию, которая называется «Политическая безопасность», ну так вот по-русски. И достаточно активно себя проявляют в общественном движении в Германии, в политическом движении. Мало того, это люди, которые являются членами правящей партии, которую возглавляла Ангела Меркель. Поэтому очень важно было, как они увидят и как они будут транслировать увиденное на свою аудиторию. Мало того, мы с ними договорились о дальнейших проектах. И я думаю, что в ближайшие месяцы они уже сбросят нам примерный план своего пребывания. Мы согласуем и более обширно посмотрим Крым, пообщаемся с общественностью. Важная встреча была у нас в Государственном совете Республики Крым, где наши гости смогли встретиться с членами президиума Государственного совета. Где они, в общем-то, задавали различные вопросы. И даже, как они говорят, можно мы будем неудобные вопросы задавать? Да, конечно, любые неудобные вопросы, мы готовы на них ответить. Вообще, встречи прошли со знаком плюс и очень положительно. Мало того, средства массовой информации в Германии уже отреагировали на их визит. Понятно, что правительственные СМИ, они дают черную картинку со своим видением, со своими комментариями. Но нельзя убрать из кадра, тем более, что делали и прямые включения в социальные сети, нельзя убрать из кадра ту праздничную атмосферу, которую у нас стоило. Счастливые лица? Да, конечно. Мы видели, как люди реагировали, когда Владимир Владимирович выходил на площади Ленина на сцене к людям. Какие были ликования, как буквально люди кричали и даже видели, как плакали люди. Конечно же, это не подделать. Мне посчастливилось быть на встрече с Владимир Владимировичем Путиным. Он проводил встречу с общественностью. И я вам хочу сказать, было приятно, что наш президент практически на каждый вопрос мог ответить. И глубоко понимая каждый вопрос, который задавали граждане Крыма, граждане Севастополя. Был я на встрече с президентом в 2015 году. На встрече тогда нас было немного меньше, но тогда у нас в основном была национальная тема. И я вам хочу сказать, что по обращениям к президенту принимались практически сразу решения. То есть давались поручения, которые выполняются буквально моментально. А гости не были? Не видели президента вживую? Вы знаете, не получилось. Они немножко опоздали. Они с Ялты ехали. У них была встреча с общественностью в Ялте. Хотя они очень стремились именно к этому времени попасть на площадь и увидеть президента. Кстати, хочу сказать, оставили подарок для президента. Какой? Расскажете? Или не раскрыли они эту тайну? Нет, я скажу, это книга и диск с российскими песнями, переведенными на немецкий язык. Патриотическими, кстати. Скажите, пожалуйста, в общем, русская ривьера какое впечатление оставила на европейцев? Самое благоприятное впечатление. Они увидели динамически развивающийся Крым. Они увидели автобаны, они увидели школы, детские сады. Они увидели строящуюся больницу. Ведь это же невозможно, скажем так, не увидеть. И я их не подталкивал к каким-то выводам. Но они сделали этот вывод сами. Они сказали, что Крым напоминает Германию в то время, когда ГДР интегрировалась в ФРГ. Огромнейшая, большая строительная площадка. Но, говорит, разница, знаете, в чем? В том, что вы морально-психологически, политически крымчане интегрировали в российское общество моментально. Этот процесс в Германии со стороны ГДР продолжается до сих пор. Ментально и морально-психологически они еще в стадии интеграции. Мало того, экономическая интеграция продолжалась, по их мнению, более 10 лет. А у вас, говорит, вы за 5 лет достигли таких больших успехов. То есть они еще будут у нас опыт перенимать. Ну да, вот в частности по аэропорту, аэропорт их вообще поразил. Они говорят, у нас в Берлине аэропорт строится более 12 лет, вы построили за 2 года. Ну правда, мы, конечно, предложили свои услуги. Точно так же и мосты дольше строятся, чем у нас. Мы предложили свои услуги. Мы сказали, пожалуйста, мы можем вам помочь построить аэропорт в Берлине. Их Крым поразил полностью. Тем более, что те ожидания, которые у них были, они полностью не оправдались. Я имею в виду негативные. Ну это просто прекрасная новость. Я думаю, что Крыму грозит только развитие, процветание. И действительно, все будет у нас хорошо. И мы еще зададим урок всей Европе. Другого варианта нет. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был Юрий Константинович Кемпель, председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного Совета Республики Крым. Благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли. И знаю, что ожидаются встречи еще с другими делегациями. Поэтому в этом также желаем удачи, чтобы мы могли их удивить и поразить. Так и будет. Спасибо вам большое. Ну а мы двигаемся дальше по нашим волнам сюжета. И следующий материал посвящен доброте человеческой. Давайте посмотрим про собак. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните. Пусть солнечному псу повезет. Плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три. Ну а мы продолжаем говорить о том, что очень интересные события намечаются в ближайшее время. Вот как мне стало известно, что к Земле летит метеорит крупнее Челябинского. Дело в том, что специалисты прогнозируют, что он приблизится к нашей планете достаточно быстро, достаточно скоро. 22 марта, Саш, представляешь? Но, к счастью, нам ничего не угрожает, хотя он пролетит очень близко от Земли. И его размеры составят около сорока метров. А давайте вспомним, что Челябинский метеорит достигал всего 18 метров. Это считается достаточно крупной астероидой. И вот такая угроза к нам приближается. А ты знаешь, в чем разница между метеоритом и метеором? Я знаю, что... Не могу точно сказать. Я знаю, что одно из них называется небесное тело, которое еще находится в атмосфере... А, которое уже вот в атмосферу попало, а другое, которое... В общем, я запуталась. Дело в том, что они оба попали уже в атмосферу, но метеор — это то, что летит и сгорает без остатка, а метеорит — это то, что падает. Еще есть промежуточная форма, так называемые болиды. Это довольно крупные небесные тела, которые попадают в атмосферу и дают очень яркую вспышку до минус четвертой в звездной. Ну, все мы о звездах, да о звездах. Давайте поговорим о чем-то земном. И поможет нам в этом наш мобильный корреспондент Татьяна Балыкина, которая сейчас с нами на связи. Доброе утро, Татьяна! Доброе утро, коллеги! Здравствуйте, крымчане! Я сейчас нахожусь в парке имени Тренева. Утром здесь не прохладно, а очень даже свежо. По ощущениям, градуса 4. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Ну, его практически не ощущается, как вы можете видеть. В нем температура поднимется до 14-16 градусов. Также не может не радовать и прогноз гидрометцентра, потому что морозов больше не будет. Кроме того, сегодня весь мир отмечает международный день счастья. А значит, что сегодня все вы обязательно должны сделать что-то приятное для себя и своих близких. Пусть это будет что-нибудь незначительное. Улыбайтесь прохожим, говорите приятные слова. Зайдите в магазин, купите себе шоколадку, если вам давно этого хотелось. Мне, например, для меня большое счастье. Желаю вам доброго утра в прямом эфире. Студия, а что счастье для вас? Что для нас счастье? Салия, что для тебя счастье? Для меня счастье, ну, честно говоря, это очень такое растяжимое понятие. Сюда много входит критериев и, наверное, здоровья близких, и, наверное, свое хорошее самочувствие. И любимая работа, и понимающие друзья, и, не знаю, хорошая зарплата, тоже счастье. Ну, в общем, очень много критериев. Сложно компонентная, многосоставная, действительно, система этого счастья. И что такое? Наверное, сложно в этом разобраться. Но вот этому элементу всегда уделяли внимание, особое внимание художники и писатели. И один из них, известный крымский писатель Исмаил Гаспринский, наверняка тоже посвящал довольно серьезные свои труды этому. Так вот, прекрасная новость. При поддержке Министерства культуры Республики Крым пройдут литературные чтения «Мир Исмаила Гаспринского». Они состоятся в Крыму, в Симферополе, в 15.00 в библиотеке имени Гаспринского. Поэтому, дамы и господа, не пропустите. Хорошо известно, что книга – это источник не только знания, но и вдохновения. Ну, ты знаешь, я очень боюсь, что многие подростки сейчас забыли и вообще не знают, что такое библиотека, и совершенно не посещают это заведение, а тем более пойти туда на выставку. Для них что-то сложное, для их понимания. Но мы надеемся, что мы все-таки призовем родителей, чтобы они взяли под руку своих детей и обязательно туда сходили. И, конечно же, это стало для них стимулом прочитать вместе со своими детьми какую-нибудь интересную книгу. Какую последнюю книгу ты читала? Я читала книгу «Тайс Афинская». Мне очень нравится книга Ефремова. Да, это известное произведение. А вот у меня немножко по-другому складывается. У меня есть несколько книг, которые я просто перечитываю, когда мне грустно, когда мне скучно. Если вспомнить Пушкина, процитировать вновь. «Когда тоска на тебя настигнет, откуп при шампанского бутылку и перечти женитьбу Фигаро». Я в таких случаях читаю Евгения Онегина и, наверное, уже почти наизусть знаю это произведение. Не зря сегодня, собственно говоря, памятная дата, потому что в этот день, в общем-то, Онегин был дописан. Ну и еще одно произведение, которое я тоже безумно люблю, «Опасные связи», «Лакло». Это вот тот сборник хитростей, которым им можно поучиться жизни. Но, к сожалению, повторюсь за тобой, Саля, дело все в том, что книга уходит из нашей жизни, потому что вот такие вот электронные гаджеты, к сожалению, заменяют вот этот вот набор прекрасных бумажных страниц, ароматных. И здесь нужно быть очень осторожным. Ну, мы, кстати, немножко далеко отошли от нашей следующей рубрики. Она касается новостей интернета. Хотя мы в очередной раз призываем все-таки отвлечься от всемирной паутине и взять в руки книгу и прочитать. Но, тем не менее, для вас мы уже сделали подборку из интернета интереснейших новостей. Предлагаем их сейчас посмотреть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожность не помешает и на работе. Мужчина напал на главврача больницы из-за того, что его не пустили в уборную. Инцидент произошел после обеда. На кадрах видно, как медсестра пытается их разнять, но тщетно. А на этом видео драка завязалась из-за отказа кассиршей пересчитать сдачу. Покупательница буквально набросилась на девушку. Затем от кассы они переместились в холл-магазина, где их уже разнял мужчина. В комментариях пишут про неадекватность клиентов и приводят примеры аналогичных случаев. Большинство оказались на стороне потерпевшей девушки. От людской агрессии к четвероногим друзьям человека. Этот ролик вызывает умиление абсолютно у всех. Щенки забавно передвигаются по скользкому полу. В социальных сетях их ассоциативно назвали маленькими жабками из-за разъезжающихся в разные стороны лапок. Тут и правда сложно устоять. Возможно, хозяевам стоит поменять покрытие. А эта уже взрослая собака, кажется, получает удовольствие от расчесывания. Хаски послушно лежит на лужайке, пока хозяйка приводит ее в порядок. Судя по такому количеству шерсти, в доме подобные процедуры проводить не стоит. В радиусе метра буквально все усеяно белым пухом, который вполне мог бы сгодиться на пояс из собачьей шерсти. Я особенно люблю эту рубрику, потому что в ней всегда очень добрые новости, которые касаются животных. Эти милые щенки, лягушата и это хаски, у которых так много шерсти. К сожалению, да, с собаками это большая проблема. У меня дома Алабай живет, и эта белоснежная шерсть в огромных количествах, я, как никто другой, с этим хорошо знаком. В таком же количестве ты вычесываешь шерсть? В таком же, к сожалению. Вяжешь ли пояса собачьи? Нет, вязать я не умею и не научился, к сожалению. Но я научился пользоваться планшетом и сейчас готов показать, как выглядит главная площадь Симферопольской столицы, столицы Республики Крым. Если вдруг кто случайно забыл, да, предлагаю еще раз на нее взглянуть. Сейчас, к сожалению, не так хорошо видна площадь, да, какие-то детали. Но опять-таки мы видим сцену, мы видим, что площадь чистая. Кстати, хочется отметить, что после праздничных гуляний было вывезено около 20 кубов метров мусора с центральных улиц. Это, в частности, с Кирова, Севастопольской и с площади Ленина. Кстати, чтобы вы понимали, сколько, вот один мусорный контейнер вмещает 8 кубов, а было вывезено 20. Ну, люди у нас, как известно, любят и поесть, и выпить, и, конечно, все это скапливалось. Но главное, что коммунальщики сработали просто на отлично, и сейчас улицы в идеальном порядке, и это, конечно, похвала им. Ну, давайте двигаться дальше, наверное. Я покажу следующую площадь, которая, конечно же, тоже является украшением нашего города. Я не забываю об этом говорить каждый раз. Потому что это Екатерининский сад Симферополя, где тоже красиво. Да, верно. Абсолютно верно. Я вчера этого слегка коснулся и вновь коснусь, что вот так должен выглядеть весь город, весь Симферополь. Вместо вот этой вот силикатной композитной брусчатки должен лежать гранит, как во всех крупных городах нашей прекрасной Родины России. Все должно быть так ухожено, так с любовью озеленено. Я думаю, что в ближайшее время этот парк, кстати, исторически называется он парк культуры и отдыха. Раньше это была главная городская променадная зона. И здесь действительно просто прекрасный парк, ожидает реконструкция. Ну, а ты помнишь, что там было раньше, какой там был заброшенный фонтан? И я с детства его помню, что он никогда не работал. К сожалению, он находился в таком удручающем состоянии. И то, что мы видим сегодня в этом парке, это правда поражает. И вот мы говорили о делегациях иностранных, которые к нам приезжали. Я надеюсь, что этот парк им тоже показали. Надеюсь. Ну, конечно, восстановить памятник Екатерины, это дорогого стоило. Я имею в виду, в первую очередь, моральные ресурсы. И сколько бились, сколько разговоров об этом было. И буквально за два года с пришествием России это было совершено. И это, наверное, один из самых красивых памятников Симферополя. Ну, вот, кстати, что меня поражает. Сейчас наши зрители не видят эту картинку, поэтому я передам своими словами. Дело в том, что обычно мы наблюдаем в этом месте большие пробки, большие скопления машин. Сегодня же там можно отметить очень просторно. Машин не так много, они ездят свободно, хотя время уже 7.49. Это уже, можно сказать, мы приближаемся к часу пик. Я вот пытаюсь подключиться к еще одной симферопольской достопримечательности. На что-то... А, нет, все благополучно. Да. Узнаешь ли ты это место? Конечно же, пересечение улиц Карла Маркса и Пушкина. Да, узнаю это место. Это так называемый крест. Очень хочу отметить, как старый ботаник, что все-таки вот по углам этого пересечения посадили четыре очень красивых, очень редких дерева. Это магнолия Суланджа. Тут абсолютно бесспорно, что это дерево является самым красивым из цветущих деревьев. Это своего рода магнолия, да. Только не вечно зеленая. И ее огромные розовые цветы уже начинают назревать. Уже появились бутоны. Я думаю, что в ближайшие две недели это прекраснейшее дерево, украшение Симферополя должно зацвести. К сожалению, очень жалко, что в городе таких деревьев не так много. Эта магнолия, она прекрасно себя чувствует в нашем климате. Единственное, что поливать только надо. И если бы их было гораздо больше, Симферополь бы просто стал, наверное, городом-садом. Я даже напомню еще раз, говоря об этой улице, об улице Пушкина, Дело все в том, что раньше на ней проходил трамвай. Это была центральная улица города, как, в общем-то, в каком-то смысле и сейчас. И вот там, где сейчас стоят фонари со скамейками, была огромная, очень-очень длинная клумба. И в ней росли симферопольские пальмы. В 1956 году снесли трамвай и трамвайные пути. И на их месте положили клумбу и посадили пальмы. 46 пальм было доставлено из Никитского ботанического сада. Китайская веерная пальма – это самая морозостойкая пальма из всех существующих. Ну, одна из, пожалуй, одна из самых, да. И вот в городе Симферополе они тоже росли, на зиму их укрывали. Вот такое было украшение. Быть может, когда-нибудь, когда снова Симферополь станет городом-садом, тоже пальмы вернутся на наши улицы. Какая была интересная экскурсия по нашему городу. Но, ты знаешь, вот мы сейчас видели там, где проехала машина с хлебом, там действительно когда-то находились рельсы, но я об этом слышала и никогда не видела у нас в городе трамвай. Хотя обещали возродить. Может быть, когда-то эту идею и удастся воплотить. Но ты знаешь, что расцветают весной не только деревья, но также и девушки. Девушки бесспорно. Которые, конечно же, стараются преобразиться внешне, поменять свои прически. Я бы хотела рассказать о нескольких трендах весны этого года. Во-первых, в моде снова челка, также снова в моде каре. Небрежность и короткие стрижки. Поэтому можно сказать, что я совершенно не соответствую моде. Но о также других тенденциях мы сейчас и посмотрим в следующем материале. Выбор актуальный и в то же время своей прически сложнее, чем постоянная дилемма, что надеть. Удачная стрижка может на долгое время улучшить настроение. Мы расспросили крымчанок, как часто они меняют свой образ. У женщин всегда хочется что-то в себе поменять, но на данный момент просто нет времени на это, к сожалению. Как только появится, то обязательно. Вам пример. У меня были длинные кудри. Да, я со стрижкой осталась теперь. Кардинальные перемены с длиной, конечно, уже вообще неинтересны, потому что после коры я отращивала их два года и сейчас усиленно ращу. Но как только засветило солнышко, захотелось изменить немножко цвет. Самые актуальные тенденции так или иначе связаны с универсальностью и экспериментами. Главное – не рубить с плеча. Каждой весной всем хочется что-то в себе поменять. Например, посредить челку или сделать коры, ну или перекраситься в другой цвет. Вы сами все знаете. Мы решили прийти в салон красоты и узнать, какие тенденции в этом сезоне. Универсальный образ – задача непростая. Веяние моды, настроение, вкуса. Что сейчас актуально – это естественная, слегка небрежная красота. Небрежность – это не значит неухоженность. Поэтому для того, чтобы волосы выглядели с одной стороны небрежными, с другой стороны ухоженными, нужны специальные препараты. То есть не просто встал и пошел. Это, да, расчесать. Это смазать каким-то, допустим, кремом для вьющихся волос. Или для блеска. Или для того, чтобы кончики не стеклись. То есть это по-любому уход. Строго говоря, мода на стрижки и прически – вещь туманная. Про одежду, макияж и даже окрашивание волос зачастую все более-менее понятно. А вот стрижки зависят не от подиумных выходов, а от общих трендов. И что важнее – выбор в селебрити. Сейчас в почете длинные блестящие волосы. Стремление к этому эффекту в каждом салоне предлагают множество процедур. Но не всегда они имеют долгосрочный эффект. Ламинирование – это… Ну, это как бы каждая волосинка вволакивается таким гелем. И, конечно, волосы внутри пересыхают. Когда это ламинирование смывается, волосы не очень хорошего качества. Поэтому мы не особенно его рекомендуем. Конечно, если есть необходимость на свадьбу, срочно, надо, вот, выглядеть шикарно, можно сделать один раз, не страшно. Но с пониманием того, что после этого надо будет все равно делать процедуру, восстанавливающую структуру волос. Так же, как и популярная раньше стрижка горячими ножницами. Объявления такой услуги висели на каждом столбе. Но последнее время о них не слышно. Любая термообработка волос ничего хорошего волосам не дает. То есть, это было модно. Но, как я знаю, волосы при термообработке превращаются в пепел. Их запаять невозможно. В моде те стрижки, которые подчеркивают естественную структуру и оттенок волос. А для укладки актуальны не щипцы и сильные стайлинги, а легкие текстуры. Минимум лака, минимум фиксирующих средств. Потому что любая прическа, ну, не считая, конечно, вечерних причесок, она должна быть легкая, она должна быть в движении. То есть, сейчас нет такого, как раньше челку начесал, лаком залил, ветер подул, она вся приподнялась, потом снова вся упала. Прическа должна быть живой, немного дерзкой и при этом естественной, будто вы ничего с ней и не делали. Существует уже даже такая женская шутка, что если что-то в твоей жизни идет не так, сделаю каре. И это не самое худшее решение, потому что эта стрижка идет практически всем. Во-первых, это действительно удобно. Особенно после зимы, когда организму не хватает витаминов и волосы нужно освежить. А во-вторых, потому что длинные пряди тяжело поддерживать в идеальном состоянии. Практически на любую форму лица и форму головы можно подобрать свое каре, потому что их разновидностей достаточно много. Если форма лица круглая, то, естественно, это должно быть впереди классическое каре с удлиненными висками обязательно на несколько сантиметров ниже подбородка. Если форма лица длинная, то здесь мы делаем обязательно, поднимаем макушку, укорачиваем каре чуть выше подбородка, чтобы закруглить форму. Можно сделать челку. Можно не делать, но по-любому это должно быть не длинное каре и обязательно с очень объемной макушкой. Пользуйтесь термозащитой на влажные волосы. Средство впитывается и оберегает их не только от электроприборов, но и от палящего солнца. Если делать это на сухие локоны, эффект будет одноразовый. Отражение в зеркале должно вас радовать, а уход не доставлять неудобств. Если вы устали каждый день укладывать волосы, попробуйте их обрезать. Почему нет? Сейчас набирает популярность стрижка под нуль и окрашивание во все цвета радуги. Быть разным — это нормально. Тем более сейчас, когда общество уже привыкло к самовыражению при помощи внешнего вида. Доброе утро, крымчане! Сегодня среда, сегодня 20 марта, и с вами утро нового дня. Просыпайтесь! Ведь действительно утро уже наступило, и оно обещает быть бодрым, веселым, хорошим. Потому что мы для вас подготовили много интересной информации. Для вас в прямом эфире работают Александр Ткачев и Салия Салямова. Сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». И Салия наверняка уже готова рассказать самые интересные и актуальные новости за прошедшие сутки. Действительно, я уже готова рассказать о том, что же происходило в эти 24 часа. Наши корреспонденты имеют всевидящее око и, конечно же, могут заглянуть в каждый уголок Крыма и узнать, что же там произошло. Итак, Владимир Путин поддержал идею севастопольского предпринимателя по изменению правил географической маркировки вина. Сейчас местом производства напитка считается регион, где его разливали по бутылкам, а не тот, где выращивали виноград. И это проблема для местного производителя. О трудностях крымских виноделов и о том, как производят традиционный напиток на полуострове в материале Анастасии Сосниной. Павел Швец 10 лет занимается производством вина в Севастополе. Его продукция в лучших ресторанах полуострова и всей страны. Однако из-за правил географической маркировки предприниматель чувствует себя незащищенным на рынке. Привезя, представьте себе, сюда южноафриканский виноматериал, наливая его в Севастополе, потребитель видит две бутылки. На одной написано «Севастополь» из реального севастопольского винограда, на другой написано «Севастополь», но оно сделано из южноафриканского виноматериала. Производители подобной продукции могут демпинговать, потому что виноматериал за границей, который продается, он часто намного дешевле, чем наш виноматериал. С этим вопросом Павел Швец выступил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Симферополе. Глава государства пообещал поручить правительству страны учесть интересы отечественных производителей в новом законе. Чтобы поддержали именно таких, как вы, а именно тех, кто вкладывает в землю здесь, в России, в данном случае в Крыму, создает здесь рабочие места, добавленную стоимость, а не тех, кто привозит из-за границы виноматериалы и здесь разливает. Крымские вины отличаются от своих конкурентов. На территории полуострова идеальные природные условия для производства. Подходящие почвы, мягкий климат и обилие солнца. На этих полях выращивают 12 сортов винограда. Сбор урожая проходит в конце лета, начало осени. Зимой лозы впадают в спячку. Сок не циркулируется. Сейчас весной у виноградников начинается сокодвижение. На срезах кустов появляются капли. Этот период называют плач винограда. После распускаются почки и начинается рост побегов. Для качественного товара только натуральные удобрения. У нас полностью биодинамический виноградник, на котором обработки лозы исключительно это сера и медный купорос. То есть мы не применяем системные препараты. Ну, также обрабатываем виноградник чаями из трав, отварами. Оборудование для производства современные. Грозди винограда перерабатывают, хранят при специальной температуре, фильтруют. Готовый напиток, изготовленный только под крымским солнцем и трудом виноградарей, разливают по бутылкам. Сюда заводится бутылка, сюда подключается шланг с подачи вина, вино разливается, закупоривается пробкой. И дальше на этой машине здесь наносится капсула и этикетка. Собственно, вот здесь получаем готовую продукцию, которую упаковываем в коробки. Сорта винограда и, соответственно, напитка разные. Каждому требуются свои условия, каждый из своего уголка полуострова. Крымские производители уверены, что после изменения законодательства о виноградарстве, они смогут составить конкуренцию мировым брендам и по ассортименту, и по качеству. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Рекордный рейтинг в дни праздничного марафона телеканал «Крым-24» обошел федеральные каналы. Более 100 тысяч человек приняли участие в праздновании пятилетия Крымской весны на полуострове. Четырехдневные торжества отслеживали региональные и федеральные СМИ, но их обошел наш «Крым-24». О рейтинге и о том, как держался моральная и, главное, технический телеканал, расскажет Лиля Вичат. 15 марта. Старт четырехдневных мероприятий. Сотни крымчан в центре столицы участвуют в праздновании пятой годовщины возвращения на родину. А те, кто не смог выйти на улицы и площади, следил за Крымской весной на экране. 14 часов прямого эфира, десятки включений, море эмоций и информации. Это казалось невозможным, но у нас была такая поддержка. Твоё достояние на все времена. Студия Крымского телеканала приняла 50 гостей. Травесников Крымской весны, пятилетних жителей полуострова, дополченцев, участников событий 2014-го. Каждые 20 минут наши корреспонденты выходили в прямой эфир из разных точек столицы. Ну что, дух настоящего праздника чувствуется. Все машут и приветствуют участников колонны. Здесь у каждого связаны воспоминания с этими решающими для Крыма днями. Более 20 технических работников дежурили в студиях, водители – в машинах. Каждые 5 минут какие-то происходили события, что-то где-то связь, что-то где-то что-то ещё. И мы вот в таком состоянии работали все эти дни. В 14-часовой телемарафон бросили все ресурсы. Здесь, в сердце телеканала, царила своя атмосфера. Режиссёрская и продюсерская группа держали руку на пульсе событий, чтобы самое интересное – как можно скорее выдать в эфир. Задача была показать зрителям, людям, крымчанам, тем, кто не смог попасть или не пошёл на площадь, не принял участие в этих мероприятиях, чтобы они, сидя на диванах, были причастны к этим мероприятиям. Журналисты и артисты, политики и депутаты, руководители национально-культурных автономий. По видеосвязи присоединились и зарубежные гости. В этот день все вспоминали крымскую весну и поздравляли крымчан. Это родина моя, и делить её нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. На мероприятиях работали сразу 90 сотрудников телерадиокомпании «Крым». Марафон одновременно подключался к шести точкам трансляции. Мы в 17 часов обогнали по смотрибельности все федеральные каналы. Мы были на первом месте. В итоге за этот день, за 15 число, когда мы проводили марафон, мы поднялись с 20-го места на 10-е место по смотрибельности от федеральных каналов. Это наша большая работа. Я не стесняюсь сказать, что наш коллектив – это одна большая дружно сплочённая команда, которая была единым таким механизмом, который показал такой высокий результат. А в конце марафона наша премьера – документальный фильм «Одна на всех», из которого телезрители узнали неизвестные детали крымской весны. «Все успеть, ничего не забыть» – лозунг автора фильма. Журналист Анастасия Солейник подняла целый пласт истории полуострова. От референдума 91-го до пятилетней годовщины возвращения на родину. Самые молодые герои фильма – ровесники крымской весны. Режиссёр-постановщик, он выбрал свой путь. И когда наша пятилетняя девочка, которая живёт в Гвардейском, она у нас возле аэропорта, он подходил к ней и говорил, ты же любишь играть в догонялки? Давай вместе. И она бежала за ним, когда он бежал с тэдикам вместе с фотоаппаратом. И у нас получились невероятные живые кадры, потому что ребёнок, он не понимал, что его снимают, он бежит. Сразу после премьеры фильм обсудили с ведущими участниками крымской весны – политологами и журналистами. Я вот смотрел на этих деток, вообще вот просто Настя большая молодец, с той точки зрения, что это, конечно, беспроигрышный приём. Ровесники крымской весны. Да, ведь мы увидели, сколько времени прошло с тех пор. Ведь только глядя на этих вот маленьких счастливых детей, уже не маленьких, они уже взрослеют на глазах. Мы понимаем, насколько взрослеет Крым в составе России. Конечно, конечно, впечатления. Они как были со слезами на глазах, от гордости и от радости, так и остаются. Крымская весна – одна на всех, но у каждого своя. Воспоминания о ней остались и у нынешнего президента Назалежной Порошенко. А крымчане не забудут об угрозах со стороны Украины, журналисты о том, как собирались закрыть нашу телерадиокомпанию. Но мы не только победили, но ещё и вышли на невиданный ранний рейтинг. С этого началась наша вторая пятилетка после возвращения в Россию. И значит, впереди новые репортажи, марафоны и успехи. Лилия Виджат, Андрей Заричный. Новости 24. Я не могу не согласиться со своей коллегой о том, что впереди ещё очень много действительно интересных репортажей, марафонов. И думаю, что нам будет чем вас удивить также в течение этого часа. У нас много интересного материала. А в частности, я бы хотел вернуться к первой новости, в которой Владимир Владимирович Путин уделил внимание виноделам, винодельческому хозяйству Крыма. Но не только эта отрасль славит наш полуостров. Дело всё в том, что Владимир Владимирович пообещал, что музею христианства в Херсонесе-Таврическом быте... Напоминаю, что не зря Владимир Владимирович всё тот же сравнил Крым с Храмовой горой, потому что именно здесь находится колыбель православия на наших земель. Здесь крестился князь Владимир. И поэтому место возведения музея христианства наверняка идеально именно в Херсонесе. И такому музею быть об этом, собственно говоря, заявил наш лидер. Ну, если мы сегодня начали говорить о лидере, то мне тоже хотелось бы продолжить эту тему и сказать, что и сегодня он уделит внимание Крыму, так как встретится с членами правительства и обсудит проблематику, которую ему донесли общественники. Как мы знаем, прошла вот эта встреча недавно совершенно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. И также уточняется, что с докладами там выступит глава республики Сергей Аксёнов. Поэтому тоже будем следить за этим. Будем следить. Ну, а вы, дорогие друзья, обязательно следите за афишей, потому что на наших театральных подмостках происходит масса всего интересного. И об этом наш следующий сюжет. На новой сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького популярная французская комедия «Стакан воды». Политический водевиль с неповторимым сюжетом. Любовь, страсть, интриги, шантаж, дуэль. Здесь есть все. Изюминка постановки, характера персонажей и блестящие диалоги. Начало в 19.00. Еще одна постановка в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького лирический детектив «Любовь со взломом». Спектакль по пьесе известного драматурга Валерия Иванова Таганского. В центре сюжета история непростых отношений, успешного тележурналиста и загадочной незнакомки. Их любовь – убежище и надежда на спасение среди обломков привычного мира. Начало в 19.00. На киноэкранах русская комедия «Лови момент». В главных ролях звезда клипа «Экспонат» и актриса театра Юлия Топольницкая. Ее героиня – Рита, амбициозная девушка из провинции, решившая вырваться из рутинной жизни небольшого черноморского городка. Приезжает в Москву поступать в театральное училище. Покорит ли она столицу и с какими трудностями столкнется, покажет на вечерних сеансах. Также на экранах в фэнтези «Рожденный стать королем». Непростая жизнь 12-летнего Алекса превращается в грандиозное приключение, когда он находит легендарный мечик Скалибург. Подростку, который считал себя неудачником, предстоит стать новым королем. Но для начала нужно разобраться со злой средневековой колдуньей и не дать ей уничтожить мир. Киносеансы можете выбрать сами. Для поклонников остросюжетных триллеров добро пожаловать в Акапулько. В ролях Майкл Кингсбекер, Уильям Болдуин и Майкл Мэтсон. По сюжету разработчик компьютерных игр Мэтт Бут ошибается рейсом и прилетает в мексиканский городок Акапулько. Приземлившись, он становится объектом охоты. Время сеанса вы можете выбрать сами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таковы цены на бензин. Но мы двигаемся далее и обсуждаем валюты, которые тоже не стоят на месте и постоянно лавируют в ценах. Итак, доллар на сегодня равняется 64 рублям 69 копейкам, а евро 73 рублям и 36 копейкам. Обе валюты за последние сутки сдали в позициях несколько, что позволяет рублю укрепиться. Такова политика Центрального банка. И, конечно же, это не может не радовать, потому что в связи с укреплением рубля падают несколько и цены. И это на самом деле хорошо. Но ты знаешь, очень хорошо, что у нас вообще есть рубрика, в которой мы рассказываем о валюте. Дело в том, что к нам все больше и больше приезжает иностранных гостей. Не только это официальные делегации, это и туристы. В том числе в этом году ожидаются туристы из Вьетнама, Китая, Европы и стран СНГ. Добираться они к нам будут с помощью круизного лайнера «Князь Владимир», который, как мы знаем, начал соединять курорты Крыма и вообще Краснодарского края. Да, не так давно, в 2017 году. В этом году он возобновит свои путешествия 28 апреля. Мы знаем, что это очень красивый круизный лайнер. И поэтому, если есть такая возможность, то, конечно же, надо совершить путешествие на нем. Более того, скажу, он частенько заходит в акваторию Ялты. Это огромное круизное судно, конечно же, украшает набережную. Давно уже, к сожалению, Ялта не знала таких красивых крейсеров. Но я думаю, что это не за горами то время, когда вновь наш полуостров хлынут массово туристы, которые составят славу нашего полуострова. В частности, наверняка, страны Азии будут заинтересованы самобытной культурой и природой Крыма. И здесь действительно есть, что посмотреть. Но я думаю, что они не только будут удивлены природе Крыма, также их удивит обязательно и наша погода, ведь она славится тоже своим гостеприимством и, как правило, очень мягким климатом, просто незабываемым. Поэтому дальше будем говорить о погоде. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Крыму. Добро пожаловать в Крыму. Таковы данные нам дают метеорологи, которые говорят, что все-таки погода будет хорошая. Но такова ли она в действительности, это вопрос спорный. И поможет нам в нем разобраться наш мобильный корреспондент, который прямо сейчас находится на улицах Симферополя. Татьяна Балыкина, доброе утро. Доброе утро, Таня. Да, спасибо, коллеги. Я уже сменила локацию, сейчас нахожусь на площади Куйбышева, на Кубике, как его ласково называют Симферопольце. Здесь жизнь уже вовсю кипит, открылись магазины, кофейни, цветочные лавки, вышли на работу бабушки с домашней продукцией. Также бабули продают цветы, поэтому если вы все-таки сегодня решите кого-то осчастливить, то букет свежих цветов подойдет как нельзя кстати. А теперь о нашей любимой с вами теме. Это дороги от парка Тренева. В принципе, мы добрались достаточно быстро, ехали мы через центр. Здесь ситуация резко изменилась. Я отправила водителя припарковаться, и вот вышла на прогулку от Москальца. Смотрите, вот с Москальца тянется большая пробка с проспекта Победы. Также большой поток машин идет с Киевской. Все встали в пробку, видимо, спешат так на работу по делам. В общем, ситуация такая, что утренний час пик, и, конечно же, в городе тянучки. Автобусы переполнены, много людей, много людей на остановках. Поэтому, если вы хотите все-таки куда-то успеть, лучше выходить заранее, чтобы не встать вот в такую пробку. Кстати, если вам интересно, что это за слово такое тянучки, которое вы наверняка не раз слышали в наших утренних стримах, то вообще с ним связана очень такая необычная история, и я ее, наверное, с вами поделюсь. Когда я ехала вместе с водителем на съемку и консультировалась с ним по поводу ситуации на дороге. Так вот, он мне сказал, что это у нас не пробки. Пробки – это когда где-то криклита часть дороги, из-за этого машины не едут совсем, и там они могут стоять часами. А тянучки – это когда просто большой поток машин не успевает найти светофор, и они все едут, тянутся и растягиваются по дороге, по улицам города. Вот такая вот ситуация. Вы можете видеть, сколько здесь людей. Полные автобусы. Также, кстати, я не знаю, слышали ли вы о том, что проезд в транспорте дорожать. Нам очень интересно ваше мнение, потому что у нас не все автобусы, к сожалению, сейчас новые. Вообще, нужно это делать, не нужно. Конечно, если проезд поднимется, то водители смогут отремонтировать эти машины. И, возможно, ситуация у нас чуть улучшится, потому что ездить в старых автобусах, конечно, не хочется никому. Студия, вам слово. Большое спасибо вам, Татьяна, за такой подробный рассказ. Я очень долго думал, почему же тянучка является тянучкой. У меня есть небольшая информация, тоже довольно интересная, касательно городостроения нашего прекрасного Симферополя. Дело все в том, что считается, что недавно было исследование проведено, почему в районе площади имени Куйбышева постоянно создаются заторы. Так вот, дело все в том, что этому благоприятствует остановка, которая находится прямо на кольце. Та самая, которая находится возле злосчастного торгового центра Куб, который, надеюсь, в скором времени исчезнет. По одному из проектов, который уже осуществлен, я напомню, он был даже опубликован на сайте городской администрации Симферополя. Это проект нашего крымского известного архитекта, талантливого Кирилла Бобеева. Этой остановки там не будет. Остановки будут перенесены на, соответственно, дальние углы улицы. А сама площадь имени Куйбышева и то место, где сейчас громоздится Куб, будет прогулочной зоной. Там будет разбит сквер и будут высажены сугубо наши крымские растения, платаны и кедры. По-моему, это будет здорово, особенно в сочетании с фонтаном, который будет кондиционировать атмосферу. Ну, а ты знаешь, Саш, мне с темой озеленения и Куба хочется перейти на другую, не менее важную, но, скорее всего, для нас, девушек, информацию. Дело в том, что следующий сюжет будет посвящен тому, как выбрать, подобрать правильную обувь. Но я узнала, что, оказывается, сейчас разрабатывают кроссовки с автоматической шнуровкой. То есть такие кроссовки, которые надо заряжать, как планшеты, смартфоны и даже зубные щетки. И особенно, я думаю, пригодится это баскетболистам. Им не надо будет прерываться для того, чтобы снова перешнуровать обувь. Достаточно нажать на кнопочку на кроссовках, и эта обувь сделает сама. Заряд хватает на 20 дней. Да, и ты знаешь, вот до чего дошел прогресс? До того, что сейчас производители думают над тем, чтобы мы могли сами распечатывать обувь на 3D-принтере, а не ходить, например, на рынок, на тот же куб, чтобы покупать ее. Ну, куба, надеюсь, уже не будет к тому времени, когда эта технология найдет своего потребителя. Ну, а об обуви, конечно, поговорить стоит, и об этом наш следующий сюжет. На прилавках многообразие фасонов обуви. От классических лодочек до креативных дизайнерских моделей. Но, увы, поддавшись соблазну, можно оказаться в неловкой ситуации. Вот на этой лестнице я и упала. Изящную обувь на высоком каблуке Ольга любила всегда. Как и большинство женщин, считала, что красота на первом месте. Инцидент произошел, когда девушка добиралась на работу. Были высокие каблуки, подвернулась нога на этой лестнице. Пока очнулась и поняла, что произошло, уже пухла нога. Очень были неприятные ощущения. Иногда просто необходимо выглядеть соответственно. Дресс-ход на работе, важное мероприятие, торжество, на котором в кроссовках и обуви на низкой подошве просто нельзя появиться. В погоне за модой мы можем даже не заметить, как наносим вред своему здоровью. Это и боли в шее и пояснице, и великозное расширение вен. Сейчас есть обувь, которая принимает форму вашей стопы. И пусть мода диктует свои условия, обувь должна быть не только красивой, но и удобной. Врачи просят к вопросу подбора этого элемента гардероба отнестись серьезно. Плоскостопие, мозоли и застрявший в оскалаторе каблук могут испортить не только настроение, но и здоровье. Именно из-за неудобной обуви, из-за подворачивания голеностопного сустава ежемесячно обращается около 10-15 человек. Из них единицы, конечно, с переломами. Это более легкие травмы обычно. Особо ухудшается ситуация в гололед, в мокрую погоду, когда не видно глубоких луж. Чтобы покупка была удачной, за новой парой обуви лучше идти во вторую половину дня. В это время наши ноги уже немного оттекли после нагрузок. У всех женщин, конечно, цели разные, но некоторым представительницам прекрасного пола удается совмещать красоту и удобство. Как любая женщина, каблуки тоже одеваю. Но в основном, если далеко, то на низкой подошве. И на каблуках, и на подошве низкой. На чем удобно, то выхожу. По случаю. На плоской подошве. Вообще, да, ношу, люблю обувь на каблуках. Можно и как и на праздник куда-то, и в повседневной жизни носить. Рекомендуется подбирать обувь с каблуком не выше 5 сантиметров для женщин и не ниже 2 сантиметров для мужчин. При этом пальцы не должны быть зажаты. Главное, на какую модель вы бы не решились, помните. В первую очередь, здоровье. А прекрасно выглядеть можно и в обуви на низком ходу. Ксения Шарапановская, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Абсолютно верно то убеждение, что главное, чтобы костюмчик сидел. Не могу с этим не согласиться. Тем более, это актуально для нас и для меня, потому что я сегодня в костюме. Алия, скажи, пожалуйста, вот в воду костюма мы еще, конечно, поговорим с тобой, но слышала ли ты вчера жуткий хлопок? Я его почувствовала. Знаешь, даже, мне кажется, немножко подскочила на месте, когда это произошло. Это, кажется, было в 6 часов. Я находилась на эфире. И да, как всегда, конечно, почувствовала. Даже было два, если я не ошибаюсь. И самое забавное, что как раз после вчерашнего эфира я, уставший, пришел домой и лег днем спать. Как известно, дневной сон, он самый сладкий. И вот просто подорвался на месте от этого ужасного хлопка, потому что чуть ли окна не выбило. Ты не знаешь, что это было? К счастью, я знаю, что МЧС успокаивают. Ничего страшного, никакого чрезвычайного происшествия. Этот звук спровоцировал самолет-истребитель, пролетавший в этот момент над Симферополем. Мы знаем, что уже были такие случаи, поэтому, в принципе, нас они не удивляют. Пугаться не стоит. А вот в Красноярском крае местных жителей привело в замешательство другое яркое небесное явление. Какое? Мы ответ узнаем об этом в следующем сюжете. Жители Красноярского края стали очевидцами падения метеорита. Это хоть и предположительная версия, но правдоподобная. Летающий объект пронесся на горизонте, отражая ярким зеленым и желтым светом. В комментариях пишут российские видеорегистраторы. Это вам не просто камеры, а глаза народа. Чудом удалось уцелеть героям следующего видео. И все благодаря мотоциклетной защите. На кадрах упавший с байка герой подтягивает к себе спутницу, защищая ее от травм. Такое мужество и ответственность вызывают уважение. Соблюдайте скоростной режим, будьте внимательны и осторожны на дорогах. Осторожность не помешает и на работе. Мужчина напал на главврача больницы из-за того, что его не пустили в уборную. Инцидент произошел после обеда. На кадрах видно, как медсестра пытается их разнять, но тщетно. А на этом видео драка завязалась из-за отказа кассирши пересчитать сдачу. Покупательница буквально набросилась на девушку. Затем от кассы они переместились в холл магазина, где их уже разнял мужчина. В комментариях пишут про неадекватность клиентов и приводят примеры аналогичных случаев. Большинство оказались на стороне потерпевшей девушки. От людской агрессии к четвероногим друзьям человека. Этот ролик вызывает умиление абсолютно у всех. Щенки забавно передвигаются по скользкому полу. В социальных сетях их ассоциативно назвали маленькими жабками из-за разъезжающихся в разные стороны лапок. Тут и правда сложно устоять. Возможно, хозяевам стоит поменять покрытие. А эта уже взрослая собака, кажется, получает удовольствие от расчесывания. Хаски послушно лежит на лужайке, пока хозяйка приводит ее в порядок. Судя по такому количеству шерсти, в доме подобные процедуры проводить не стоит. В радиусе метра буквально все усеяно белым пухом, который вполне мог бы сгодиться на пояс из собачьей шерсти. Вообще, конечно, здоровье хасок очень сильно зависит от того, как за ними ухаживают. Потому что, я напомню, это северная собака. И даже в наших южных, относительно южных широтах, как Крым и Симферополь, им не совсем комфортно. Поэтому вычесывать следует очень тщательно и вообще следить за их здоровьем. Я знаю, что некоторые хозяева даже выделяют своим собакам комнату, где устанавливают кондиционер для того, чтобы условия были такие же, как на севере. Ну, это уже совсем, наверное, излишество. Но люди, к сожалению, тоже очень часто допускают излишество по отношению к себе. Особенно касательно своего здоровья и не следят за ним. Я предлагаю поговорить об этом, о здоровье с нашим гостем, который уже сейчас в нашей студии. Я напомню также, что мы обсуждаем Всемирный день здоровья полости рта. И у нас в гостях главный мне штатный специалист, стоматолог Министерства здравоохранения Республики Крым Николай Алексеевич Ляхов. Мы вас приветствуем в нашей студии. Здравствуйте. 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 Очень часто люди, к сожалению, думают о давлении, о каких-то там других вопросах. И забывают о полости рта. Почему так происходит? Ученые доказали, что основным является чувство страха перед стоматологом и перед стоматологическим вмешательством. И около 40% населения нашей великой страны, к сожалению, регулярно не посещает врача-стоматолога. Поэтому уже около 10 лет мы отмечаем День стоматологического здоровья всероссийский. И в этот день идем в массы, в детские, дошкольные учреждения, на предприятия. И там пропагандируем здоровый образ жизни, потому что это является тоже одной из составляющих здоровья стоматологического. А как вы будете убеждать о том, что нужно соблюдать профилактику? Каким образом? Ну, мне способов очень много. У нас есть доктор, который пишет даже детские сказки. Это в Роздольнинском районе. И вот он в садике, вот примерно такие же, как о зубной фее. Также мы берем с собой фантомы, манекены, обучаем навыкам стоматологическим. И самое главное, это, конечно, убеждаем, чтобы люди приходили и посещали стоматолога как минимум два раза в год. Николай Алексеевич, ну вот вы знаете, как мне кажется, можно убедить, вот как на пачках сигарет размещают устрашающие картинки. С такими же картинками надо вам ходить, потому что часто зубы можно довести до такого состояния. Нет, мы идем другим путем. Мы даже значки выпускаем. Я, к сожалению, не взял. Но мы выпускаем значки и детям, которые хорошо себя ведут, кресле у стоматолога. Таких сейчас большинство, потому что наши все вмешательства. Мы применяем самые современные анестетики. У нас даже есть наркозный аппарат. То есть мы даем, там нарисован зайчик с морковкой и написано, чистим зубы дважды в сутки, две минутки. Николай Алексеевич, а вот скажите, взрослое население с какими проблемами чаще всего сталкивается? Более 90% населения нашей страны, к сожалению, страдает стоматологическими заболеваниями. Как минимум, это заболевания слизистой оболочки полости рта и парадонта. А распространенность кариеса, если мы говорим о Европе, приближается к 100%. Поэтому очень важно посетить врача-стоматолога, который индивидуально подберет щетку. Даже если мы говорим о щетке, то даже по степени жесткости их пять видов. Очень жесткая, жесткая, средняя, мягкая и очень мягкая. ПАС тоже огромное количество, но нужно подбирать индивидуально. То есть профилактическое посещение оплачивается фондом обязательного медицинского страхования и практически бесплатно для пациента. В это посещение входит обучение гигиеническим навыкам. Мы даем пациенту почистить щетку, пасту, он чистит зубы, потом окрашиваем и видим, правильно он чистит или нет. И обращаем внимание на те сегменты, которые плохо вычищаются. Также, если у него есть аномалии прикуса, записываем к врачу-ортодонту, который консультирует. Если мы находим уже изменение твердых тканей зуба, значит, составляем план лечения, приглашаем его, записываем. Это тоже оплачивается фондом обязательного медицинского страхования. Также очень важно применять не только традиционно щетку, но и зубные нити, которые вычищают межзубные промежутки. Ершики специальные, стоматологические. Обучаем гигиене и рассказываем, какие есть средства ухода за протезами. Николай Алексеевич, а Вы сказали практически бесплатно. То есть есть какая-то все-таки взнос какой-то? Значит, совершенно бесплатно. Единственное, если мы говорим о профессиональной чистке зубов, то с помощью обычных методов это пациент получает бесплатно. Но если он хочет получить такую помощь с помощью современных препаратов, допустим, скейлера, он эту помощь может получить на законном основании в отделении платных услуг. То есть отбеливание зубов. Если мы говорим о профессиональной чистке, это бесплатно. Если мы применяем лазерный аппарат или же протезирование, это тоже все, конечно же. Это платно, да. То есть есть постановление Совета Министров 36-е от 27 декабря 2014 года, которое регламентирует оказание стоматологической помощи в отделении платных услуг. Скажите, последний вопрос. Время, к сожалению, заканчивается. Вот зубные пасты действительно ли могут являться панацеи в профилактике именно? Насколько это эффективно работает? Я вообще хочу сказать, что около 40% населения земного шара, к сожалению, не имеет возможности приобретать зубные пасты и щетки. То есть мы говорим не о нашей стране. Поэтому роль зубной пасты, она, скажем так, зубная паста – это то, без чего сейчас в современном мире невозможно. Но я вернусь к тому, что зубную пасту может подобрать только доктор. Потому что самая главная заповедь – это не навреди. Если у вас имеются заболевания слизистой оболочки полости рта, значит, определенные пасты вам нельзя применять. Или же применение их будет практически неэффективным. Если пасты содержат абразив, вещество, которое отбеливает, и он крупнодисперсный, значит, возможны осложнения в виде заболевания парадонта, кровоточивость десен. То есть это я вам советую приобретать пасту только по совету доктора-стоматолога. И еще, многие пасты содержат фтор. Необходимо спросить у врача-стоматолога, допустим, в определенной местности есть значение избыток фтора, недостаток фтора. Если в определенной местности, допустим, в каком-то из районов Крыма избыток фтора, тогда пасты, содержащие фтор, применять преступно. То есть самостоятельно не нужно их вызвать. Но это логично. Большое спасибо вам. Я думаю, что ваши рекомендации очень сильно пригодятся крымчанам, тем более, что мы тоже живем в определенном смысле в эндемической зоне. А я напоминаю, что у нас в гостях Николай Алексеевич Ляхов, главный внештатный специалист-стоматолог Республики Крым. Большое вам спасибо еще раз. Мы двигаемся дальше по волнам нашего эфира, и впереди сюжет, который будет интересен абсолютно всем. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Салия, скажи, пожалуйста, как ты относишься к уличным художникам? Ну а как к ним можно относиться? Хорошо, если они оставляют после себя красивые произведения. Плохо, если разрисовывают фасады неприличными надписями. Ну, в Евпатории к ним тоже относятся очень хорошо и доброжелательно даже, я бы сказал. В Евпатории стартовал второй фестиваль стрит-арта. Его цель — превратить серые советские здания, которые были, как мы знаем, типовыми, просто произведения искусства. И это очень активно получается. В частности, там на одном из таких зданий появилась уже инсталляция, посвященная пятилетию Крымской весны. Это тоже маленькая новая достопримечательность города. Ну, я хочу сказать, что в прошлом году удалось разрисовать 12 подстанций. Одна из них, кстати, находится возле моего дома, и там нанесли репродукцию картины Айвазовского. Это выглядит очень красиво. И мне бы хотелось, чтобы не только электростанции разукрашивали, но также и другие какие-то не очень приметные объекты. Главное, чтобы жители города к этому относились с пониманием и почтением, потому что, в частности, вот в Симферополе некоторые подземные переходы были расписаны художниками, но вандалы уже успели их изуродовать. Я вот удивляюсь таким людям. Если им некуда девать энергию, то наверняка следующий сюжет поможет им воплотить и реализовать свои фантазии в более интересном русле. Об этом следующий сюжет. Где реальность, а где виртуальный мир? Иногда ответ на такой, казалось бы, простой вопрос может оказаться не таким очевидным. Квест-комната – место, где стираются границы. Квесты пришли в нашу жизнь из компьютерных игр, которые были очень популярны в 2000-х. Первую такую комнату в 2007 году создал японец-то Каокату. С ее помощью он хотел спасти подругу от виртуальной зависимости. Удалось ли ему спасти подругу, история умалчивает. Но подобные развлечения в короткие сроки стали популярными во всем мире. В России первый квест-рум появился в 2013 году. Сегодня они есть практически в каждом городе. Это сотни тематических комнат с неповторимым сюжетом. Зазеркалье, тюрьма, дом Шерлока Холмса, лаборатория, больница – это малый перечень того, где вас могут запереть. Цель игры – найти выход, а для этого нужно справиться с головоломками и разгадать все шифры. Время ограничено, сложность зависит от жанра. Если не справляетесь, на помощь приходит администратор, который наблюдает за процессом из тайной комнаты. Смотрите, не обращая внимания на ключ, выберете веревку и справа налево вдеваете в кольцо. Все помещения оборудованы камерами, микрофонами и динамиками. Автоматизированная система обеспечивает контакт. Но если об этом забыть, складывается ощущение полного погружения в другую реальность. Люди приходят за впечатлениями, чтобы погрузиться в другую реальность, чтобы развивать свою логику, какие-то интеллектуальные способности. Ну и самое главное, чтобы проверить себя, а смогу ли я выбраться за 60 минут. Если самостоятельно выбраться не получается, даже с подсказками вас выпустят, но это равняется поражению. Только те, кто сделал все правильно, отыщут ключ к желанной свободе. Все, у вас открылась дверь, 75 минут у вас получился отличный результат. Для Натальи Шевелевой это второй квест. Прошла его вместе с дочерью. И хотя по таймингу немного опоздали, игрой остались довольны. Сначала тупишь, ничего не можешь понять, что, где, для чего. 60 минут у нас получилось по факту 75 такого мозгового штурма. Что же делать? Что же делать? Ну так. Ну вообще очень классная встряска для мозгов. И как это сказать, для меня возврат в какое-то детство, что ли. Так интересно поиграть. О спросе на подобные развлечения говорят даже стикеры. На стене для отзывов нет свободного места. Бумажки расклеены в несколько слоев. Бизнес прибыльный и быстро развивающийся. А как иначе, дважды в одну комнату практически никто не входит. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Любопытно, конечно, любопытно. И следует, наверное, тоже как-нибудь тебя побаловать такой процедурой, таким мероприятием. Обязательно сходи, рекомендую, потому что я была в такой комнате. Мне приходилось тоже разгадывать загадки, что касается преступления. Ну, якобы преступления совершенного. И я находилась в квест-комнате, которая была стилизована под полицейский участок, под вообще полицейский кабинет. Это очень интересно. А после преступления было наказание? Наказания не было. Было поощрение, потому что мы управились за час и за час разгадали все шифры. Я знаю, кого точно следует наказывать. Тех, кто мусорит в городе. И вот интересный способ борьбы с такими негодяями придумали голландцы. Они воспитывают воронов, которые летают и собирают окурки. Вороны тренированные, с ними проводят специальные работы. За каждый принесенный окурок они получают вкусняшку. И таким образом и вороны сыты, и город чистый. Но я также знаю, что там не выделяют специального человека, который должен подкармливать. Там есть целый автомат. И ворон, взяв этот окурок, должен подойти к автомату, туда бросить найденное им вещество. И автомат распознают. Если это действительно окурок, то ему выдают вкусняшки, как ты уже сказал. Вот такой вот рефлекс вырабатывают. Собаки вообще животные удивительные. Остается только удивляться, насколько они прекрасны, насколько они умны. Но всегда, во все времена считалось, что главным другом человека является собака. И одной из таких собак вы можете подарить немножко своего тепла. Об этом следующий сюжет. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните. Пусть солнечному псу повезет. Плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три. Если у кого-то друзья меховые, то у кого-то друзья стальные в виде стальных коней. Я имею в виду автомобили, конечно. Если вы спешите на работу уже сейчас, то наверняка информацию, которую сейчас я вам буду рассказывать, вам придется, так сказать, к столу и ко времени. А говорить мы будем сейчас о пробках, которые, как известно, наводняют город в час пик, когда все спешат на работу. Итак, вот так выглядит центр Симферополя. Прямо сейчас мы смотрим с высоты птичьего полета на две центральные площади города. Площадь имени Куйбышева и площадь Советскую, вокруг которых и разворачивается весь сыр-бор. Там максимальное скопление машин и пробок, потому что все люди стремятся попасть в центр. Итак, что же мы видим на нашем планшете? Мы видим, что по отношению площади Куйбышева со всех сторон улицы окрашены в красный цвет. Там машины стоят. К сожалению, это действительно так. Более того, мы все знаем, что сейчас на улице Киевской установили светофор прямо возле кольца. И это тоже в значительной степени затрудняет движение. Хотя, с другой стороны, несет благо, потому что раньше там был неконтролируемый пешеходный переход, и люди ходили, когда хотели. Тем самым еще более осложняет движение. Итак, мы видим, что по отношению к Куйбышевскому кольцу все подходящие дороги стоят. К сожалению, пока так. Ну вот, что касается улицы Кирова, проспекта Кирова, который соединяет два кольца, там движение свободно. А площадь Советская и вовсе окрашена в зеленые тона. Там движение свободно. Затруднение есть лишь на подъезде к площади Советской по отношению улицы Ленина. Давайте посмотрим ситуацию в целом по городу, как выглядит это с высоты птичьего полета. Итак, повторюсь, центр города все-таки затруднен в движении, но периферия окрашена в зеленые тона, движение там свободно. И если вы спешите сильно, то наверняка доберетесь гораздо скорее, если поедете по объездным дорогам, по коллатералям, так называемым. Повторюсь, улица Шмидта тоже находится в затруднительном положении, и по ней лучше не ездить. У вас есть, дорогие друзья, все шансы попасть на работу вовремя, если вы поедете по коллатеральным улицам. В частности, вот мы видим бульвар Франко-Свободен, мы видим, что улица Караимская достаточно доступна для движения, простите. И Севастопольская тоже не затруднена в пробками, поэтому если спешите, то двигайтесь по объездным улицам. И наверняка попадете вовремя на свое рабочее место. Саша, я бы хотела дополнить твой обзор, который касался исключительно водителей, и сказать о том, что сейчас Минтранс России тестирует систему, которая позволит контролировать скоростной режим всех водителей. Да, это касается лихачей, хотя вот в такой ситуации, как ты сейчас обозначил, с пробками на дорогах очень сложно разогнаться. Но, тем не менее, будут устанавливать водители теперь в своих транспортных средствах тахографы, которые будут сообщать в Минтранс о нарушениях. То есть фактически машина сразу же будет сдавать водителя. Я надеюсь, что таких нарушений не будет или будет как можно меньше. Но переходя от виртуального рассказа о пробках, давайте перейдем к реальному. Наш мобильный корреспондент Татьяна Балыкина прямо сейчас находится на улицах Крымской столицы. Татьяна, здравствуйте. Как обстоят дела в Симферополе? Еще раз здравствуйте. Я нахожусь вместе с самым чистым воздухом в городе, в Ботаническом саду КФУ. Здесь уже вовсю весна. На самом деле, я уже даже заметила, верба расцвела. Сегодня, кстати, празднуется также весеннее равноденствие. Значит, что день сравнялся с ночью. И место не только самым чистым воздухом. Здесь скоро полностью расцветет весь сад. И мы обязательно будем стримиться здесь также. Вот сейчас я вам покажу еще одно из... Это не совсем историческое здание, но оно находится на историческом месте. Когда-то на месте факультета славянской филологии и журналистики находились в конюшне графа Воронцова. Ну, мы на факультет не пойдем, потому что, если меня увидят, то заставят отсидеть на парах. Кстати, также вам хочу рассказать о ситуации вчерашней в городе. Многие жители Симферополя могли слышать хлопки, похожие на взрывы. Это несколько хлопков прошло в разных концах Симферополя. Около трех часов дня в интернете появилось такое бурное обсуждение. Люди высказывали разные предположения. На самом деле, ничего страшного не произошло. Позже вечером появились фотографии. И на них явно видно, что это был самолет. Скорее всего, просто проходят военные учения. Так что не переживайте. Коллеги, вам слово. Тяготеете к прекрасному и отдаляетесь от пробок максимально далеко. Ну, а я бы, кстати, хотела отметить, что у Тани очень красивая прическа. Кстати, следующий наш материал тоже касается волос. Выбор актуальный и в то же время своей прически сложнее, чем постоянная дилемма, что надеть. Удачная стрижка может на долгое время улучшить настроение. Мы расспросили крымчанок, как часто они меняют свой образ. Женщине всегда хочется что-то в себе поменять. Но на данный момент просто нет времени на это, к сожалению. Как только появится, то обязательно. Вам пример. У меня были длинные кудри. Да, я со стрижкой осталась теперь. Кардинальные перемены с длиной, конечно, уже вообще неинтересны. Потому что после коры я отращивала их два года. И сейчас усиленно рощу. Но как только засветило солнышко, захотелось изменить немножко цвет. Самые актуальные тенденции так или иначе связаны с универсальностью и экспериментами. Главное – не рубить с плеча. Каждой весной всем хочется что-то в себе поменять. Например, построить челку или сделать коре, ну или перекраситься в другой цвет. Вы сами все знаете. Мы решили прийти в салон красоты и узнать, какие тенденции в этом сезоне. Универсальный образ – задача непростая. Веяние моды, настроение, вкуса. Что сейчас актуально – это естественная, слегка небрежная красота. Небрежность – это не значит неухоженность. Поэтому для того, чтобы волосы выглядели с одной стороны небрежными, с другой стороны ухоженными, нужны специальные препараты. То есть не просто встал и пошел. Это, да, расчесать. Это смазать каким-то, допустим, кремом для бьющихся волос. Или для блеска. Или для того, чтобы кончики не стеклись. То есть это по-любому уход. Строго говоря, мода на стрижки и прически – вещь туманная. Про одежду, макияж и даже окрашивание волос зачастую все более-менее понятно. А вот стрижки зависят не от подиумных выходов, а от общих трендов. И что важнее – выбор в селебрити. Сейчас в почете длинные блестящие волосы. Стремление к этому эффекту в каждом салоне предлагают множество процедур. Но не всегда они имеют долгосрочный эффект. Ламинирование – это как бы каждая волосинка вволакивается таким гелем. И, конечно, волосы внутри пересыхают. Когда это ламинирование смывается, волосы не очень хорошего качества. Поэтому мы не особенно его рекомендуем. Конечно, если есть необходимость на свадьбу, срочно, надо, вот, выглядеть шикарно, можно сделать один раз, не страшно. Но с пониманием того, что после этого надо будет все равно делать процедуру, восстанавливающую структуру волос. Так же, как и популярная раньше стрижка горячими ножницами. Объявления такой услуги висели на каждом столбе. Но последнее время о них не слышно. Любая термообработка волос ничего хорошего волосам не дает. То есть это было модно. Но, как я знаю, волосы при термообработке превращаются в пепел. Их запаять невозможно. В моде те стрижки, которые подчеркивают естественную структуру и оттенок волос. А для укладки актуальны не щипцы и сильные стайлинги, а легкие текстуры. Минимум лака, минимум фиксирующих средств. Потому что любая прическа, ну не считая, конечно, вечерних причесок, она должна быть легкая, она должна быть в движении. То есть сейчас нет такого, как раньше челку начесал, лаком залил, ветер подул, она вся приподнялась, потом снова вся упала. Прическа должна быть живой, немного дерзкой и при этом естественной, будто вы ничего с ней и не делали. Существует уже даже такая женская шутка, что если что-то в твоей жизни идет не так, сделаю каре. И это не самое худшее решение, потому что эта стрижка идет практически всем. Во-первых, это действительно удобно. Особенно после зимы, когда организму не хватает витаминов и волосы нужно освежить. А во-вторых, потому что длинные пряди тяжело поддерживать в идеальном состоянии. Практически на любую форму лица и форму головы можно подобрать свое каре, потому что их разновидностей достаточно много. Если форма лица круглая, то, естественно, это должно быть впереди классическое каре с удлиненными висками, обязательно на несколько сантиметров ниже подбородка. Если форма лица длинная, то здесь мы делаем обязательно поднимаем макушку, укорачиваем каре чуть выше подбородка, чтобы закруглить форму. Можно сделать челку. Можно не делать, но по-любому это должно быть не длинное каре и обязательно с очень объемной макушкой. Пользуйтесь термозащитой на влажные волосы. Средство впитывается и оберегает их не только от электроприборов, но и от палящего солнца. Если делать это на сухие локоны, эффект будет одноразовый. Отражение в зеркале должно вас радовать, а уход не доставлять неудобств. Если вы устали каждый день укладывать волосы, попробуйте их обрезать. Почему нет? Сейчас набирает популярность стрижка под нуль и окрашивание во все цвета радуги. Быть разным это нормально, тем более сейчас, когда общество уже привыкло к самовыражению при помощи внешнего вида. Ну а прямо сейчас у нас наши коллеги из новостной редакции на связи. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Саля. Здравствуйте, Сергей. Сегодня отмечается Всемирный день счастья. Расскажите, что для вас значит счастье? Для меня значит счастье. Вы знаете, я не могу так четко определиться, что для меня значит счастье, как я понимаю счастье. Но я понимаю, что есть один человек, без которого счастья в моей жизни быть в принципе не может. Спасибо. Коротко, но исчерпывающе. Надеюсь, что у каждого человека на планете есть такой человек. Сергей, большое вам спасибо и хорошего вам эфира. Ну а наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Ну мы надеемся, что своим счастьем мы смогли поделиться со всеми, кто был с нами эти два часа. Мы с вами не прощаемся и встретимся с вами завтра, чтобы рассказать самые интересные и актуальные новости за прошедшие сутки. А с вами сегодня были Салья Салямова и Александр Ткачев. Всего доброго и до встречи в эфире.